Всем привет! Молодежная передача Плюс-Минус снова в эфире. Сегодня 7 июля, а по старому стилю 24 июня. И в этот день со времен он их еще далеко в истории на Руси, да и не только на Руси, почти по всей Европе отмечали праздник, день Ивана Купалы. А я знаю, что в этот день прыгали через костры и плели венки. Ну хотя, собственно, разговор об этом мы еще продолжим сегодня, а сейчас предлагаем вам материал, размышления на тему, на которую нас вдохновил другой праздник, прошедший в нашем городе, праздник Алой Паруса, праздник выпускников. Какое у вас сейчас настроение? Нормальное, веселое, радостное. О, не описать. Приподнято, отлично, замечательно. Отзвенели последние школьные звонки, прошли выпускные вечера. Сколько теплых слов, пожеланий услышали в свой адрес выпускники, сколько надежд, мечтаний у каждого. Я сейчас в данный момент уже, можно сказать, студент, абитуриент, то есть я поступил в университет, и я хочу просто отучить в университете и получить хорошую специальность. А потом устроить свою жизнь. Я в медицинский поступаю, хочу врачом, каким-нибудь специалистом быть. Ну, конечно, чтобы прибыльно как-нибудь, не знаю. Но чтобы просто людям помогать. Добиться хочу многого. А по конкретности? Конкретно, чтобы я ни в чем не нуждался в своей жизни, ни в моральном, ни в духовном плане. В этот момент, когда только вступаешь во взрослую жизнь, все действительно кажется таким возможным. Остается только захотеть. Вы сможете всего добиться в жизни? Если захотим, сможем. Я думаю, да. Я буду надеяться, что ничто не помешает моим планам. Просто надо хотеть этого сильно. Пока живешь под теплым крылышком родителей, которые нас любят, стараются уберечь от неприятностей, редко задумываешься серьезно о том, что происходит вокруг. И порой мы просто не воспринимаем рассказы знакомых о том, как их планы разрушились. Друзей таких, конечно, много. Ну, жизнь такая у нас. К сожалению, не сложилось. Может быть, и не сильно хотели. Не хватило сил, наверное, духа не хватило. Чтобы достичь своей цели. Я буду достигать. Их вина, я считаю. Те, кто не смог найти работу себе, не смог найти там свое место в жизни, это виноваты сами люди. Неужели это действительно так? И все молодые люди, которые сегодня не могут найти себе работу, не могут воплотить свою мечту в жизнь, виноваты в этом сами. Выпустился из школы. О чем ты мечтал? Ну, чтобы специальности приобрести, устроиться. Ну, как по специальности? И тоже найти работу. Я сразу думал, что в училище пойти. А что, ну, как бы свои деньги там были, ну, в зависимости от родителей. Помню, что я хотела поступить в строительный техникум, как у меня вся семья строителей. С работы, конечно, трудно. Организациям нужны сейчас опытные люди. Тоже приходишь, везде нужен стаж. Ну, пришлось на биржу обратиться. Где-то три месяца я постояла в центре социальности, нас направляли на всякие работы. Нам отказывали. Просто как молодой специалист нам не нужен. Мне было же обидно, что меня никто не берут. Как молодой специалист не нужен никуда. Другим, конечно, завидовало, кто со стажем работы. Вот они идут уже, их берут, требуются они. Конечно, и зависть, и горечь. Для выпускников специальных учебных заведений, те, которые стоят у нас в центре занятости на учете в качестве безработных, и в течение трех месяцев мы не можем их трудоустроить, существует форма временного трудоустройства молодых специалистов. Она называется молодежной практикой. Молодежная практика рассчитана на шесть месяцев. В течение шести месяцев молодой специалист работает на предприятии по своей специальности. То есть он нарабатывает определенный стаж, повышает свой профессиональный уровень. Если молодой человек зарекомендует себя на молодежной практике положительно, покажет себя хорошим специалистом, то работодатель оставляет за собой право предложить ему остаться на постоянную работу. Если работодатель не может по каким-то причинам оставить молодого специалиста по окончании молодежной практики на этом рабочем месте, то молодой человек увольняется по окончании и занимается самостоятельным поиском работы, или опять обращается в центр занятости, и мы помогаем в дальнейшем в трудоустройстве этого молодого человека. Но теперь уже шансы при трудоустройстве у этого человека, естественно, увеличиваются. У него есть трудовая книжка, у него есть стаж, у него есть уверенность в своих собственных силах. Ольге повезло. С помощью центра занятости программы «Молодежная практика» она, наконец, смогла найти себе постоянную работу. Конечно, необходимо в жизни, особенно в молодости, о чем-то мечтать и стремиться это осуществить. Но все-таки не стоит смотреть на мир сквозь розовые очки. Возвращаемся к празднику Ивана Купала. Кстати, хотим сообщить, что вот с помощью вот этой штуки мы неправильно сегодня огонь развели, потому что его именно в этот праздник стараются разводить трением, древним способом. Кстати, сейчас мы попробуем Игорю дать такую вещь, как палочку, и пускай он попробует огонь развести. Именно только добытый огонь вот таким способом и считался божественным. То есть, ну вообще там имен у него было много. Царь огонь, живой огонь или просто лечебный. Вот именно потому-то через огонь, через костеры прыгали, чтобы излечиться, очиститься. Ну а пока Игорь пыхтит, старается все-таки огонь добыть, мы посмотрим следующий материал, который продолжает тему о реальности мечты. Группа Баркентина Кейв, так недавно появившаяся на подмостках Комсомольска-на-Амуре и имевшая планы, грандиозные планы развития музыкального движения в Комсомольске-на-Амуре, вдруг неожиданно собирается в Москву отъезжать. Ребята, как же так? Как же Комсомольск? Комсомольск остается Комсомольским. Мы сюда приедем, я думаю, все равно когда-нибудь сюда обязательно приедем. У нас просто, когда мы вместе собрались, начали заниматься музыкой, у нас были мечты, были пока просто мечты, играть. И играть, не просто играть, а играть, чтобы нас услышали, то есть, ну, чтобы это стала наша профессия. Комсомольск Мы просто попробовали, вкусили, что это такое, как-то, что действительно. Попробовали здесь, попробовали поиграть, попробовали показаться на публике. И в конце концов мы просто увидели, что наша музыка нравится. Вопрос к новому члену вашей группы, варабанщику. Вот тебе как? Ты только появился, да? И вот такие сразу планы, тебе не страшно, но с такими ребятами? Я вообще, если честно, я еще пока не определился, ехать ли мне в Москву вообще. Хотя все, все вот, ну, все пункты говорят, что за, но меня еще кое-что держит здесь. Вы не боитесь, что Москва вас не примет, например? Это безумное решение, и на это не каждый, я думаю, сможет так решиться. Мы сейчас туда едем, у нас нет обратного пути, у нас есть только путь туда, обратной дороги нет. Конечно, мы запланировали все, то есть даже на тот случай, если даже не получится. Вообще, естественно, у нас в мечте это покорить мир. Может быть, мы во всем городе два таких вот сумасшедших, которые хотят достичь мирового уровня. Но действительно, это моя мечта, и я хочу достичь мирового уровня. Все зависит от человека, если очень сильно хочешь, нормальным путем это добиваешься, если очень хочешь, то это, в принципе, можно добиться. Если не добился, значит, плохо хотел. Комсомольск для нас, что, вот у меня есть слова из песни, что Комсомольск – это город юности, зрелости, моим мечтам придал. Вот так оно и получается. То есть, мои мечты просто, мы здесь поработали, более-менее они стали зрелыми. Вот, например, я стал более реально смотреть на жизнь. Вот, и действительно, сейчас я долго думал. План мы назвали «За 80 песен вокруг света» или «Школа выживания» для тех, кто хочет достигнуть своей мечты. И, если правильно составлять план, на первое место ставится мечта. Вот мы определили свою мечту, я не знаю, наверное, не будем определять, то есть, скажем, вот, мечту. Потом определили желание. Потому что мечта, мечта, она может быть только при наличии желания. Вот, желание может быть при наличии решения. Решение мы тоже приняли уже, то есть, уже мы о нем сказали. Ну, естественно, чтобы реализовать это решение, нужно поставить какую-то цель. Вот, мы поставили цель, вот, тут написаны все пункты. Но самое главное после этого, после этого, окинуть все это взглядом трезвым и посмотреть, насколько это все реально. Мне очень хотелось так, в конце сказать всем музыкантам, пожелать, во-первых, им хорошего звука. Хочу пожелать поменьше трудностей музыкантам. Ну, и нашей администрации, нашим людям, чиновникам, да и крутым коммерсантам, там, я не знаю, у кого много денег, просто можно задуматься о том, что город, культурная жизнь в городе, она умирает. Даже посмотреть на парк. КОНЕЦ КОНЕЦ Мы такие же люди, например, как тот же Гарри Мор, как Элвис Преста. КОНЕЦ Мы такие же люди, да. То есть мы ничем не отличаемся. У нас такая же физиология, у нас даже такая же кровь, чем мы отличаемся, тем, что он жил там, мы жили здесь. Все зависит от человека. Плюс-минус! Кстати, мы договорились с ребятами, что они будут поддерживать связь нашей программы. Кто бы что ни думал, но мы желаем им удачи в их волонтюрном предприятии. А возвращаясь к Ивану Купале, празднование, конечно же, сопровождалось пением и музыкой. И сейчас, кстати, в нашей программе тоже время музыки, музыкальные трибуны. Ведь не все музыкальные люди уезжают в нашего города. Меня зовут Антон. Я вам сейчас покажу свои песни. Две песни. Свои собственные. Для чего я это хочу сделать? Чтобы мне просто интересно, как к моим песням будут относиться люди. Как в лесу, за травой, да высокой, похоронен солдат молодой. Подшутила судьба над Алёхою. Только шутка была роковой. Мать сидела за ночь постаревшая. И с тоскою глядела на гроб. А Алёша и жена, овдовевшая, горько плакала, чтоб тебя чтоб. Мать ходила во церковь, во старую. Причитая, молила Христа. Не спошли нам надежду, хоть и малую. Пусть закончится эта война. Плюс-минус! А ещё на день Ивана Купала плели венки. В разных местах их делали либо из цветов, либо из травы. Сейчас венки не в моде. Сейчас все пользуются прическами. Их великое множество появилось. Кстати, о прическах и речь. Если посмотреть на себя внимательно, то при всех явных плюсах, маленький минус всё-таки имеется. Это отсутствие модной прически, без которой невозможно создать образ единственной и неповторимой. Честно говоря, вот я в парикмахерской, конечно, первый раз. Не знаю, всё время боялась что-то делать со своими волосами. С другой стороны, передача-то наша экспериментальная. Приходится. С другой стороны, знаешь, вот я всё время не знаю, вот что делать со своими волосами, как их уложить, вот что-то такое сделать. Вот оригинально, с другой стороны, чтобы отличаться от других. Хотелось бы, но не получается. Приходят клиенты. Вот у кого тяжелый волос, тем все на это жалуются. У кого, наоборот, мягкий, тем хочется тяжелый. Не было такого, что вот пришел, сказал, вот мне, мол, волос нравится. В основном, что-то кого-то не устраивает. Уверена, что у многих из вас та же беда с головой. Вернее, с волосами, находящимися на этой голове. И порой совершенно непонятно, что с ними делать. И вы мучаетесь этим поистине гамлетовским вопросом. Стричься или отращивать? И если стричься, то как? А так хочется сбросить старую, надоевшую прическу и предстать перед окружающими в совершенно новом облике. У каждой девушки, в принципе, должна быть своя изюминка. Но это не значит, что у нее там что-то должно выйти звон уходящее, а что-то кричащее. В своем понимании, красивая девушка это какая? Ухоженная. Посетил много городов. Таких, как у нас, мало. Честно. Не знаю, то ли от природы, то ли от климата. В нашем городе девушки очень красивые. Ухоженные, стильные. Я не знаю почему, но девушки они смелее намного, они стильнее намного, чем парни. Ну, будьте смелее и побольше экспериментируйте. Тем более, что мода нынешнего сезона это позволяет. Только экспериментируя, лучше доверяйтесь профессионалам. Если это в основном, значит, не прически, а стрижки. А вообще, в основном гамма цветов. Каких? Модных, ярких оттенков. Желтый, синий, фиолетовый, красное дерево. Да, действительно, серо-бурмалиновый, это разнообразие. Но не будет ли это выглядеть диковато в нашем городе? Оригинальность, она должна быть присутствовать во всем. Это прошли те времена, когда все ходили, как серые мыши. Сейчас все стремятся чем-то отличаться. Поэтому или оставляют очень большую длину, или очень коротко. Какое-то смелое решение уносят. Правда говорят, что на новолуние лучше стричь, тогда волос быстрее растет, а на полнолуние наоборот? Ну, в принципе, я в этом не профессионал, конечно. Наверное, как-то зона влияет на это, на все. Так от настроения мастера тоже много зависит? Естественно. Я знаю, что вот эмоции, это все влияет на рост волос, на кожу головы, а, соответственно, на рост волос. А вообще прическа сильно влияет на весь облик человека, на его образ? Естественно. Прически можно полностью вести, или имидж полностью поменять. Так сейчас модно все-таки короткие стряжки? Ну, я бы сказал, так или очень длинные, или очень коротенькие. Я, правда, не решилась на радикальные меры, и не стала подстригаться очень коротко и ярко краситься. А то еще мама не узнает, да и в парикмахерской я в первый раз. Но ведь это только эксперимент. Думаю, в следующий раз я буду смелее. Мне так нравится, действительно оригинально. А как моя прическа называется? Ну, думаю, сегодняшний день будет называться Евгением. Сделав вот прическу, или в те давние времена водрузив на голову венок, и став таким образом неотразим, хочется чего? Пойти себя показать, на других посмотреть? Ну и может быть там, если там девушка, там парень, может с кем-то познакомиться. Легко сказать познакомиться. Глядя на нас с Игорем со стороны, наверное, и не подумаешь, что могут быть какие-то комплексы, а они есть. Например, во время знакомства с девушкой мы комплексуем, а все от того, что думаем, будто не нравимся ей. Так что нужно делать для преодоления этого комплекса? Во-первых, искренняя улыбка. Первое. То есть, если вам приятен человек, да, вот вы встречаете, что вы делаете? О, привет, здравствуй, да, я рад тебя видеть и так далее. Искренняя улыбка. И поэтому, когда вы подходите, не будьте букой надутой, да, а улыбнитесь, расположите к себе человека. Еще хотите секрет один такой вам преподнесу? Хотите влюбить в себя девушку? Хотите. Очень давно одна журналистка брала интервью у человека многоженцев. Он смог влюбить в себя 23 женщины и также завладеть их сберегательными книжками. У этого мужчины брали интервью в тюрьме. И журналистка спросила его, как вы смогли заставить в себя влюбиться вот такое огромное количество женщин. Он сказал, это очень просто. Говорите побольше с женщинами о них самих. Будьте хорошим слушателем. Пошляйте других говорить о самих себе. Говорите о том, что интересует вашего собеседника. Внушайте вашему собеседнику сознание его значительности и делайте это искренне. Помните, что имя человека это самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке. Я школьник, дают мне родители деньги. Ну, хочется же девушку поразить, купить ей конфеты и цветы хочется ей купить. Что здесь делать, чтобы оставаться на уровне своих возможностей и в то же время не обидеть ее? В данном случае нужно тогда словировать вам каким-то образом. То есть, есть такие оптимальные, допустим, вещи. Действительно, цветы, цветы тоже понятие растяжимое. Есть цветы очень дорогие, да? А есть цветы, я, допустим, очень рада, когда мне муж даже просто принесет веточку там, ты же, сиреня. Просто это же внимание. Послушав советы специалиста, мы решили пообщаться с народом более опытным. Какие способы знакомства с девушкой ты интересно знаешь? Разные. Можно на дискотеке подойти познакомиться. В автобусе можно случайно ножку отдавить. Подойти вот, большая такая компания, и спеть дружно девушке песню. В честь пацана, которая ей нравится. Вот я, например, занимаюсь дельтапланерным спортом. Летаю на дельтаплане. То есть, девушку, допустим, подошел, ну, она, допустим, видела там и красивые машины, и уже, как сказать, у ней, ну, как изюминки нет, она уже такого ничего не видела. Ну, особенного. А вот ты ей предлагаешь, девушка, а хотите, я вас прокачу на дельтаплане? Садишь ее на дельтаплан, значит, совводишь двигатель, взлетаешь, заламываешь крен и говоришь ей, девушка, если не познакомитесь, если не дадите свой телефончик, я из него не выведу. Каким образом вы познакомились? Что вы там сказали? Подошел к девушке, спросил девушка, а что вы делаете сегодня вечером? Потом что? Она ответила, ну, я свободно, а я спрашиваю, а вы с друзьями или без? Она говорит, без друзей. Одни в парке, без друзей поздно, даже домой некому проводить. Так, пора, пора от теории переходить к практике. Что им сказать? На месяц сообразим, адреналина больше будет. Прежде всего, улыбка. И оптимальное внимание к собеседницам. Они любят играть в карты. Ну что ж, сыграем. Кажется, мы им понравились. Отлично. Главное, не бояться. Ну, набрались смелости. Больше вопросов. Жестикуляция у Валдиса Пельша. Судя по всему, такая эмоциональность и заинтересованность очень нравится девушкам. И, естественно, жест. Внимание. Пусть это и недорогие цветы, но... Но результат говорит сам за себя. А чего мы, собственно, боялись? Не знаю. Комплексовали. В общем, парни, будьте веселее, бодрее, раскованнее. Но помните, что границы раскованности очень зыбки. Успехов! Плюс-минус! А ведь приобрести новых знакомых, друзей, все равно, что клад найти. Кстати, о кладах. Вот, наверное, все знают это по вере, что в ночь на Ивана Купалу цветет папоротник. И если пойти ночью в лес, в темный лес, если не страшно, и найти этот цветок папоротника, сорвать его и быстро-быстро бежать домой, не оглядываясь, то вот обладатель как раз вот этого, ну, этот, с этим-то ничего не сможет сделать. Хотя вот цветка папоротника, он сможет клад найти, вообще разбогатеть. Ну, знаешь, я считаю, например, что это по вере, просто намек на то, что не нужно доверять слепому счастью, а поставить перед собой цель и с уверенностью двигаться к ней. Правильно, и поэтому, именно поэтому мы в лес сегодня не пойдем. А вот другое по вере, тоже старинное, мы решили все-таки испытать. Вот парень и девушка, вот когда прыгают через костер, сейчас, костер сейчас разожгем, и вот они вдвоем прыгают через костер, держась за руки, и если руки остались соединенными, то эта пара будет счастлива и всегда вместе. Здорово, надо прыгнуть. Надо. Наша передача опять заканчивается? Ну, празднование Ивана Купала продолжается до утра. Всем пока! Плюс-минус! Плюс-минус!